Девочки, смотрите, какие помидоры домашние мы здесь едим. Смотрите, килограмм, наверное, грамм 700 точно. Точно, наверное, обалденные, мясистые. Я сегодня Михалычу дала другую помидорку. Он сказал, а что ты мне такую даешь? Ему надо было вот такую. Но мало купили, прямо там на улице шли. Мужчина продавал с машины, больше я не видела. Вкуснятина. Девочки, сделала себе масочку. Хочу Михалычу сделать крокодилью масочку, нанести ему. Он сопротивляется. Сидит, смотрит аналитику банков и говорит мне... Не подают, наверное, надо домой собираться, да? Я сейчас подам тебе. Я сейчас тебе подам. Готовь лицо. Готовь, сейчас масочку сделаю. Ты для контента мне нужен? Чего я тебя привезла? Не подают. Не подают, надо домой собираться. Ладно, девочки, пожертвую. Улиткиными слюнками сделаю Михалычу маску сейчас. Освежить его немножко надо. Освежить надо немножко. А я, девочки, сегодня корешок женщине. У меня только освежит, если фитяска. Фитяска освежит тебя? Нет, с фитяска-то ты что-то закурлыкал. Закурлыкал и понесло тебя с фитяска-то. Нет. Ну все, девочки. Улиткиными слюнками пожертвовала масочку. Как будто стакан фитяски выпил. Она ему прямо как раз, девочки. Цыгане не узнают. Цыганки не узнают. Уже девочки на цыганок тут заглядывается ходят. Что не черные волосы, короткая юбка, наколки, сигарета в зубах. Это все Михалыча. Он аж голову сворачивает. Я говорю, что ты там смотришь? Я рассматриваю татушку. Какую ты татушку там рассматриваешь? Вот его калинкор, девочки. Он любит черных, глазастых. Маленькие глазки такие узенькие, мышистые. Ну что, сиди. Как раз для тебя. Отдыхай. Ну не думай, что я тебе фитяску побегу покупать. В лучшем случае две бутылочки пива. Может быть. Девочки, я не могу. Смотрю на Михалыча. Он как вратарь. В тракторе. Мыльников. А, шайба. Удар. Давай, что, снимаем? Что, понравилось тебе холодненькое? Ему понравилось, когда холодненько. Когда я ему накладывала. Ой, как хорошо разгладятся все твои морщинки. Все твои морщиночки, Михалыч. Отлично. Да, Михалыч? Отлично. Свеженький такой? Да. Да? Просто темно в комнате. Или я тоже. А так, посвежел? Да, Михалыч, посвежел. Похорошел. Все, можно цыганок ходить вылавливать. Отлавливать. Девочки, а еще здесь, в Болгарии, я наконец-то увидела настоящий рошен. Вот такие с фундуком купила. Ну, шоколад как шоколад. И стоят они, причем здесь, дороговато. Два лива, 50 стутинок. Это где-то... 90 рублей. Около 90 рублей, 90 грамм. Ой, очень сладкие девчонки. Нет. Наш российский лучше. Налили с Михалычем чайку себе. И шоколадки пробуем. Рошеновские. Михалыч читает аннотацию. Аннотацию. Там чого только нету. Но я ему говорю, в шоколаде и должно быть так. Эмульгаторы, ванилины, глютены и все остальное. Сладкие сильно, девчонки. Не понравился, да, Михалыч? Не, а импортер в республику Беларусь. О, Рошен. Вот Минск. Бабушкин адрес. Вот эти. Через Беларусь все идет. А, через Беларусь все идет. Минск, да. Минск. Все через Минск. Вот Минск. Девочки, ну Михалыч не может успокоиться. Читает, что в Рошене минимальное содержание какао-боба. В молочной шоколадной массе 88%, минимальное содержание какао-продуктов 30%. А, 30%. 22% молочных. В общем, намешано всего. Состав сахар, какао, тертая. И еще, знаете, девочки, мы на что обратили внимание? Шоколад обычно берешь, да, и плитка такая увесистая должна быть, да. А здесь очень легкая и тоненькая, тоненькая. Ее даже в руках, в руках даже держать как-то, знаете, не это. Смотрите, тонюсенькая, и она легкая такая, что ее даже держать, ну, шоколад шоколаду. Одни орехи. Орехи шикарные, кстати. Орехи шикарные, крупные, обжаренные. И я Михалычу говорю, ну, хоть орешки съедим, потому что сама шоколадка очень сладкая, невозможно есть. Еще, девочки, мне знаете, что нравится? Мне нравится чай Ахмат здесь. Он совсем другой. Сейчас я вам покажу. Чай Ахмат, видите, какой, девочки, Classic T Selection. Вот он, допустим, в пачке несколько штук, их разных всяких. Вот мне очень нравится. И пачка совсем другая. Я вот такой фруктовый уже брала. Очень понравился чай. Мне нравится, когда вот в одной пачке, допустим, там разные сорта. Вот, но он даже по вкусу, девочки, совсем другой. Затем купили кофе Якобс. Ну, это вообще, девочки. У нас, я не знаю, что в банки сыпят. А здесь настоящий кофе гранулированный. Прямо, ну, вкуснятина. Вот такая баночка стоит 7 левов по акции. 7 левов умножайте на 36. В общем, все хорошо. Вот такой еще чай. Михалыч вот такой пьет чай. Golden. Ну, это типа вот у нас с этим, как называется, тигр. Лев, лев. Лев вот здесь нарисован у нас. Здесь чашка чая, а у нас лев нарисован. Ну, очень хороший. Вот кто любит крепкий чай, вот такой вот. Расчухали мы здесь. А еще, девочки, сейчас весь шкаф вам покажу. А еще лавровый лист здесь вот такой, девочки. Вот такой, как будто только что с куста его сняли. Видите, какой он? Вот не труха никакая. Он даже цветом другой, он темный. У нас светло этот темный лавровый лист. Такой лавровый лист. В общем, Болгария. Девочки, ну, вы знаете мою проблему всегда. Почему у меня на голове черти-чо всегда, черти-чо. Я вот раньше ходили в парикмахерскую, пострижешься, и форма на голове держалась. Сейчас что-то там подергают, там подергают, здесь подергают. И черти-чо. Я думаю, наверное, свожу здесь в Болгарии в парикмахерскую, девочки. Уберу вот это вот, все вот это уберу я. Вот эту вот херню, вот эту. И сделаю покороче стрижку. Отрасту. Ну, хочу попробовать, девочки, потому что невозможно. Поэтому в шляпки и хожу. Во-первых, море. Во-вторых, воздух. Ничего не уложишь. Да и укладывай каждый день, если купаешься без конца. Хочу покороче, девочки. Вот это вот все вот хочу убрать. Вот это вот схожу. Как думаете, девочки? Идти, не идти. Идти. Пойду. Девочки, нулевая сказала, нет, мама. Никаких стрижек. Отращиваю волосы. Прямо отращивай длинные, чтобы вот это все вот закрывало. И посмотрим, за сколько времени ты отрастишь волосы. Михалыч орет кудри ему надо. Кудри зовет. Я вообще в шоке, девочки. Что делать? По-моему, издеваются они надо мной. А если на лысах? На лысах. Я говорю, ну, можно вот такой коротенький ежик сделать и челку оставить. Лёва закричал, как ненормальный. Ты что, издеваешься над собой? Девочки, говорите, что делать. Девочки, я вот мороженое вот такое покупаю. А Лёвочки покупают в таких баночках. Настоящие, фарфоровые. А это глиняное, глиняное. А, смотрите, и в ней мороженое продают. Вот в такой баночке с фирменным знаком. Очень вкусное мороженое. Можно потом под соль дома. Да. Или под сметанку, или еще под что-нибудь. Под соль. Надо еще купить таких. Да, и увезти домой. Да, подарок из Балгарии. Память о Балгарии. Вот что орет. Дайте ей поесть. Вчера ты видела, как я просила сидела? Да, мы вчера сидели в кафе. В Несебре. В Несебре. И она села наверх, поверх стола и просит, прямо, чтобы едали. Там крыша ниже и была. Девочки, у нас на ужин картошечка. И вот такие котлеточки маленькие. Девчонки, я не могу здесь налопаться картошке. Какая вкусная. Или это зависит от этой вот сковородки. Она, знаете, чугунная и эмалированная. Ну, такая вкусная картошка получается. Дома жаришь, вот на такой она просто горит и все. Горелки какие-то. А здесь вкуснятины необыкновенные вообще. Уже, наверное, третий раз или четвертый готовлю. Третий, наверное. В общем, вот такие дела, девочки. Чем ужины эти вы? Пишите, девочки, в комментариях. Девочки, ну я вас пищу на елками здесь. Посмотрите, какие шишки. Боже мой, столько разновидностей. Это елок. И они все такие пушистые. Такие роскошные. Смотрите, какая. Шикарные елочки. Шикарные ели. Для меня елки, это все, девочки. Это символ Урала. Это символ Нового Года. Посмотрите, хочется их трогать. Такое чувство, что они искусственные. О, сразу зашла, сразу комары. Мне нравится вот этот отель. Здесь несколько отелей. Они в Бару. Это мне напоминает Урал, Тургаяк. Сошла прогуляться. И зашла вот отельчик такой красивый. Вот купила вот такую себе. Смотрите, какая красивая, красивая. Тонечка такая. И купила сейчас же очень модно. Девочки, нашла наконец-то я. Вот эти бриджи трикотажные. Эти с отделкой. Сейчас самый писк. Трикотажные бриджи разных расцветок они. И все. Хороший отдел такой. Ну, много здесь всего. И вот я такая. Видите? Такая. Сзади. Сзади вот так вот. В общем, получилось, что 20-30 лев. Это все на наши деньги. Ну, чуть побольше тысячи рублей. Ну, очень хорошие, конечно, тоники. И бриджики. Ариэль стоит здесь от 5 до 8 лев. Это на наши деньги. Ну, если 5 лев. 5 на 6. 180 рублей. И девочки. Вчера пошла в Магнит. Здесь есть Магнит. Магазин Магнит есть. Пошла в Магнит. Мы там покупали 5 с чем-то. Вчера купила за 8,5. Ну, 8 это долларов. Это сколько уже? Это 250 рублей. Это 250 рублей, девочки. Но никак не 400, как у нас. И знаете, он совсем другого качества. Я стираю белоснежное, девочки, белье. Белоснежное. И все стираю на 15 минутах. Если у тебя дома там, знаете, включаю 40 градусов, допустим, час 15, самая маленькая. У меня здесь я стираю. Все на 15 минут ставлю, девочки, все чистейшее. Белоснежное белье. Я в ауте. Я просто, девочки, в ауте. А не капсулы, знаете. Даже капсулы, видите, девочки, другого цвета совершенно. И они не растворяются, как у нас. Видите, какие капсулы. Видишь, Сережа? Вижу. Другая сторона-то, видите, нарисована здесь, написано на другой стороне. И вот. И в руку возьмешь, она не такая желейная, как у нас. У нас чуть водичка капнет, она расплывается по банке. Девочки, здесь ее расстаются со всеми по-другому. Я остаюсь здесь жить. Все, девочки. Все, все дешевле. Все лучшего качества. Все натуральное. Так, девочки, туалетная бумага. Туалетная бумага здесь дорогая. Самого хорошего качества. Ну, наша, вот какая у нас. Как называется мы берем, Сережа? Я уже забыл. Ну, короче, здесь 4 лева стоит. Туалетная бумага. Это 4 лева. 72 до 72. В общем, 144 рубля, девочки. Но хорошая. Она плотная и вся с рисунком. И вся идет без аромата. Но вся гофрированная с рисунком. Ну, там есть, знаете, можно за лев 80 купить. Но она уже будет серая, как у нас, самая дешевская. И не такие руны, как у нас там. Она вся вот такая. Но даже гофрированная. Серая, но тоже гофрированная. Затем, вот такая зубная паста, аквафреж, девочки. Покупаем второй раз уже. Это вообще нечто. Она пенится. Она никакими не комками. Пенится шикарно. Зубы, знаете, прямо такие становятся. Такие, как полированные. Да капаста помарин же Болгария делала, вспомнишь? Я вчера видела помарин. В пионерском лагере топили ее. Я вчера видела. Разводили. Ты не делала? Так, девочки. И вот из роз крем купила шикарный. Говорить даже нечего. И шампунь купила. Ой, вообще обалденный. Он, знаете, аромат роз перламутровый. И волосы становятся такие, знаете, шелковистые. В общем, хорошие штучки. Хочу в магазин еще сходить. Вот этот Роу Рос. Хочу там. И что только нету там.